здравствуйте приветствую себя на канале и сегодня мы будем с вами создавать модель доски для серфинга попробуем рассмотреть несколько способов создания данной доски приступим итак для начала я нажму здесь insert canvas выберу поверхность ну пусть будет например вид справа выберу здесь и кликну сюда и выберу картинку которая в принципе я уже выбрал себе заранее выберу поверхность ну как то вот так это масштабирую сейчас в принципе нет сейчас не очень важно какие-то размерность 20 будет и нажму окей так все получилось меня так следующий шаг давайте создам эскиз на этой поверхности начало так с привязкой как-то сюда вот например ай собственно я буду делать по пропорциям данной доски модельку в принципе можно использовать любую другую если у вас есть картинка которого нравится больше хотя наверное лучше буду использовать сразу а инструмент сплайн вот так буду сейчас это прокликивать здесь чуть побольше точек сделаю ну и закончу на этой точке нажму галочку escape из инструмента теперь мне нужно чтобы вот этой точке была красательная поэтому кликну на эту линию и сюда нажмем собственно он у меня приклеится к ближайшей либо горизонталь либо вертикаль в данном случае горизонталь то что мне нужно давайте повторим то же самое для этой точки вот эта линия хорошо escape выду из этого инструмента а но теперь давайте немножко вот как то хотим чтобы было больше похоже на базовые эскиз ну как то вот так вот здесь в принципе вот но здесь немножко он поправить нужно достаточно все похоженько так так здесь похоже тоже нужно в этой точке так посмотрим если удалить эту точку то будет плохо поэтому точку это оставляю выделяю ее и я наверно тоже здесь кликну на нее и выберу вот такую взаимосвязь взаимосвязь то есть горизонтальность так немножко поправлю вот эти все значения здесь ну в принципе все достаточно очень похоже получилось далее просто выберу инструмент мир мир диалогом окошки где объект я выберу вот эту линию а mirror line я выберу вот эту центральную линию которую я создал и нажму ok в принципе можно же наверное закончить эскиз нажму finish sketch выберу инструмент extrude вот эти две половинки выберу ну и экстрадирую например все это на 60 миллиметров пока что то пусть будут миллиметры потом это можно все масштабировать до необходимого размера который мы хотим с вами получить итак теперь нам необходимо мы сейчас создадим второй эскиз на этой поверхности который будет соответствовать вот этому профилю я выберу данную поверхность insert canvas поверхность у меня это выбрано image а выберу опять то же самую картинку ну отмасштабирую я по моему это было 20 да вот так вот ну она в принципе так вставила сразу то есть у нас привязка идет к началу координат здесь все это поэтому достаточно удобно все это здесь расположилось мне же нужно просто опустить теперь эту картинку сюда ну я в принципе вижу что здесь она немножко выступает а здесь немножко не не доходит поэтому наверное я перемещу где-то это все еще наверное так получается минус один попробуем я думаю в принципе минус один будет вполне себе достаточно нажимаем окей я так на самом деле сейчас подогнал все эти размеры на глазок но можно конечно кликнуть вот по этой картинке правой клавишей мыши нажать выпадающее меню calibrate и например для интересующей нас картинки например мы выбираем две точки берем так вот отсюда до сюда у меня например 220 миллиметров получается да тут у меня какие-то точки еще есть ну например я хочу сделать ровно 220 просто делаю 220 enter наверное не очень сейчас бы это было очевидно повторю calibrate выбираю две точки и пусть будет 300 что для наглядности мы увидели идет автоматическое масштабирование то есть мы в пропорции то есть пропорционально исходным размерам увеличим нашу картинку отменю это действие мне это пока что не нужно теперь активирую наше тело и посмотрю на вторую картинку два клавиши мыши calibrate так включить на тело и вот получается на виде сверху это была вот эта точка и вот это посмотрим в принципе здесь те же самые 220 плюс какие-то миллиметры но я думаю пока что это не очень существенно там я думаю главное главное чтобы так ну в принципе давайте дальше нам поедем создадим эскиз вот на этой поверхности на виде сбоку чуть-чуть так подвину все это и создам так ну наверное мне нужна базовая линия хотя наверное вот так мне нужны ограничительные параметры нашего тела поэтому я выберу нападающим create тоже в скетче project проекция здесь выберу тело и кликну на него и у меня на моей поверхности таким фиолетовым цветом создастся превьюшка моего тела нажму ok и вот теперь в принципе я могу отключить это тело но мне пока что наверное не очень нужно будет сейчас я буду создавать сплайновый эскиз вот этой вот поверхности по этой линии ну и мне важно чтобы мой эскиз не выходил за пределы вот этого этих фиолетовых линий давайте приступим вызову инструмент сплайн и вот так вот все это методичненько прокликаю ну и здесь используем чуть больше количества точек хорошо так немножко так возможно точку нужно удалить с помощью клавиши вот так вот так вот так если он оттягивает назад мы видим что радиус нашей окружности округлению в этой точке она увеличивается наверное точку я тоже удалил вот это попробую переместить тогда вот так вот так вот здесь мне не очень-то линия нравится я ее так вот сюда перемещу так посмотрим на кривизну какая тут у нас в принципе получается что я могу теперь нажать финиш кейдж активировать наше тело эскиз сбоку выбираю экструд тянул в сторону этого тела по умолчанию меня здесь кат но я хочу выбрать здесь intersect и у меня получается сохраняется только наша деталька окей отключу наши картинки ну и в принципе вот такой вот элемент нам с вами получилось здесь создать далее можно выбрать инструмент fillet ну и вот задать скругление здесь например 3 так или то снимем галочку танген твенин так посмотрим один ну собственно да так вот моделька получилось но как мы видим не очень получается сделать скругление полагая что вот из-за вот этих вот точек кромки так что мы будем делать давайте вернемся к нашему эскизу и вернуть к редактированию первого танного эскиза нажму на edit sketch и давайте просто с привязками к этим точкам я буду рисовать вот такие линии буду выдерживать здесь параллельность оси zx конечно можно знаем эти размеры задавать так что мы имеем получается нажимаем скетч перейдем серфис выберу команду extrude и выберу эти линии которые точно рисовать и потяну их вот так наверх нажимаем окей наоборот здесь появились такие поверхности которые тоже называются телами по сути тинкостенными теперь я перейду в солид на папке модификах выберу инструмент сплитбадди в принципе у меня нужна здесь на акулесть просто методичность выберу это тело и первая поверхность окей в браузере у меня появился еще на тело то есть я рассек первое тело на два с помощью вот этой поверхности то есть можно снимать некоторый нож сплитбадди для расставшееся тело и повторяю все это отключая видимость тюра поверхностей сейчас наглядаем посмотрим можем делать теперь применить филеты подозреваю что к этим поверхностям мы можем применить на самом деле да теперь мы можем здесь создать такие филеты пусть будет здесь миллиметр например с этой стороны тоже будет миллиметр ну а здесь побольше данное задание я раньше не делал поэтому в принципе я импровизирую по ходу так 3 миллиметра ну вот 6 миллиметров мы видим сейчас построение произойдет так получилось вот мы видим а вот такое вот скругление у нас здесь получилось даже семь с половиной но пусть будет шесть например так сейчас не перестроить до построить окей так получается остались у нас да в принципе данный трюк сработал поэтому давайте наверное на здесь сверху еще подредактирую наш эскиз и создам еще две линии вот совсем краешек здесь обрежу и вот здесь так же передов серфейс экструд раз поверхность вот эти две а так мне нужно выйти сначала из эскиза финиш скетч сейчас появятся мои дела теперь выберу экструд в рабочем пространстве патч и вот это поднимем все это наверх окей солиды опять выберу инструмент сплитбади и вот эти оставшиеся кончики я также сейчас обрежу так отключу эти две поверхности так посмотрим получится ли теперь здесь вот кромку так радикально так здесь один не хочет я подредактирую немножко свои эскизы дискетч так или не притащу так ниже финиш скетч в идее из того что у меня здесь включен таймлайн у меня тела мы должны обрезаться чуть дальше так отключу вот это смотрю так видит фичу здесь было менять или метр попробую здесь сделать то же скрепление в один миллиметр в принципе получается там есть такой плавный переход здесь окей f нажимаю и единичку сразу линия через control зажата клавиши f 6 метров окей хорошо так вот это я отключу видимость этого элемента вот эти две линии эти две линии пусть будет также один миллиметр окей и здесь через control f и 6 метров окей хорошо так где это вот эти поверхности так мы с вами имеем вот такую доску давайте посмотрим на ее кривизну на укладке inspector выберу инструмент взябр анализ прокликует эти тела и вот так повращая посмотрим в принципе здесь так достаточно плавненько нажму ok так вот все это выглядит отключу анализа здесь глазик итак как же нам теперь сделать здесь на носу скругление нам при сможем на него кликнуть нажать давайте попробовать один ну вот в принципе такое скругление нам здесь у нас приобретает попробуем сделать два два уже не получается полтора один два один два здесь можно точно так же задать скругление через клавиши f здесь можно точно так же задать скругление через клавиши f ну вот так вот эта доска принципе выглядит здесь можно добавить какие-то дополнительные элементы взяты что называется но вот так вот буквально пару кликов мы создали модель на доске для церкви почему я делал здесь такие разрезы попробую показать второй метод если мне сделать более сложную и метрию получается но я ставлюсь